Небольшая площадка перед строящейся часовней над храмом Михаила Архангела в деревне Дунино. Традиционное место старта для многочисленных экскурсий. И вот на этом небольшом пятачке земли сконцентрированы самые разнообразные археологические памятники, начиная с финальной бронзы и заканчивая развитым средневековьем. Москва-река. Вдали можно увидеть Звенигород. Люди приезжают посмотреть на Дунинское городище, ансамбль исторических мест с памятниками от Бронзового века до Великой Отечественной войны. Участок занимает полтора километра вдоль правого берега и заходит вглубь примерно на 400 метров. За моей спиной находилось древнее городище. На самом деле, дорисуйте воображением, чистокол и деревянный забор. Там Москва-река. Естественный склон, пологий, был защитой от нападавших. Но если нападавшие все-таки обходили, то здесь они попадали в своеобразную ловушку. Здесь были рвы и валы рукотворные. Как это работало? Представьте, что вы защитник, да еще на высоте чистокола. И в нападающих вы кидаете палки, камни, ну и все, что тогда полагалось швырять. Этим сооружением почти три тысячи лет. Представьте, они были современниками Иисуса и Гомера. Сейчас этим охранным сооружением самим требуется охрана. Потому что в любой момент здесь могут появиться жилые коттеджи. Эта земля стояла нетронутой столетиями, пока недавно здесь не появился черный забор с проволокой. Один из собственников решил оградить свой участок. Местным жителям ничего про него не известно, кроме фамилии – Жук. Своим забором он разворошил муравейник. Объект культурного наследия, а вот здесь вот участки Жука. Это рядом с чем? Это прямо на валах Дунинского городища. Все полностью городище, даже само городище, как памятник федерального значения, он тоже выдан в собственность и находится в частной собственности и обозначен как ИЖС. То есть на всем этом комплексе и на всей этой территории допустима застройка по генплану. Жители деревни Дунина – около сотни человек. Последняя линия обороны – исторического памятника. Более 20 лет назад невероятно дорогая земля вдоль Москва-реки была распродана частным лицам. Тогда же стараниями местных жителей на свет появился научный документ – паспорт городища, где обосновывалась историческая ценность объекта и необходимость его внесения в реестр культурного наследия, что защитило бы землю от застройки. Мы восстановили паспорт объекта культурного наследия, провели отцифровку границ объекта культурного наследия, ансамбля и добиваемся одного, чтобы начальник главного управления охраны памятников Московской области данный объект надлежащим образом внес в реестр объектов культурного наследия и передал данные документы главе Одинцовского округа. Несмотря на выполнение, с точки зрения местного сообщества, всех условий для внесения в реестр, этого до сих пор не произошло. Формально нет никаких препятствий прямо завтра начать завозить сюда цемент. Здесь надо не коттеджи строить, а разбивать археологический лагерь, начать тщательнейшие научные исследования для блага будущих поколений, считает историк и археолог Александр Лазукин. Ну, страна у нас большая и богатая, и, скажем так, одним объектом больше, одним меньше мы переживем, конечно же, но это я утрирую, потому что все наше национальное богатство, историко-культурное наследие, состоит вот из таких и подобных ему объектов. Удаленность от больших городов и магистралей, древний лес, уникальное разнообразие растений и насекомых, здесь действительно очень быстро начинаешь чувствовать удивительное спокойствие. Люди верующие формулируют проще – это место, где с ней сходит благодать. Это место необходимо сохранить для будущих поколений, потому что люди должны иметь такую точку, где приходят сами к себе, к своей душе, где они себя чувствуют наедине с вечностью. Мы не просто здесь на земле живем, у нас есть душа, и эта душа здесь, в этом месте, просыпается. Местные жители максимально серьезно относятся к появлению железного забора. Это может стать спусковым крючком и для других собственников. Наша редакция отправила запрос в Управление культурного наследия Подмосковья. Мы будем следить за развитием событий. Тимур Гайс, Илья Павлов, деревня Дунино, телекомпания Одинцова.